Российская военно-промышленная компания занялась разработкой опытно-конструкторской работы «Атлет». Внедорожник «Тигр» появился на свет на рубеже 2000-х, причем по заказу Арабских Эмиратов. Те купили партию «Хаммеров», но американские машины не устроили местных военных. После этого представители Арабских Эмиратов обратились на газ. Игорьковчане согласились создать за 12 месяцев армейский автомобиль из существующих компонентов. Как только первые образцы были готовы, их отправили на выставку и испытания. Однако арабы поступили непорядочно, не вернули экземпляры, а вместо этого при помощи подразделения Renault Trucks Defense создали свою машину, которая называется «Нимр Тигр». Но поскольку чертежи остались на Горьковском автозаводе, проект решили возродить. В 2002 году заказчиком внедорожников стал московский СОБР. Следом потянулись военные. В 2006 машину приняло на снабжение МВД. Варианты SPM-1, SPM-2, он же Альфа-BB, которые различались с классом защиты. Годом позже то же самое сделала Минобороны. И вот пришло время для создания второго поколения модели. «Тигр-2», который пока скрывается как опытно-конструкторская работа «Атлет» будет более грузоподъемным 2 тонны против 1300 кг, а также более защищенным вплоть до высшего 6А класса по ГОСТу от бронебойно-зажигательных пуль винтовки СВД. Уровень защиты можно будет менять по требованию заказчика, по всей видимости, за счет установки разных навесных панелей кузова. Еще «Тигр-2» будет гораздо серьезнее защищен от подрыва. В частности, новинка сможет выдержать подрыв до 2 кг взрывчатки против нынешних 600 грамм. Кстати, недавно военно-промышленная компания, которая производит «Тигры», представила рестайлинговую версию нынешнего внедорожника. У нее другое оформление передней части – пластиковые передние крылья, лестница на крыше сзади, а еще новая электроника, видеокамеры, мультимедиа и ксеноновые прожекторы. Продолжение следует...